друзья здравствуйте итоги недели на моем youtube-канале руслан бортник и сегодня мне в этих итогах недели поможет разобраться геннадий кирио геннадий здравствуйте здравствуйте руслан спасибо вам за приглашение неделя была достаточно яркая на события мы наблюдали что после весеннего скандала с аэростатами наконец-то состоялась встреча госсекретаря блинкина и синь цзиньпиня встреча длилась около 35 минут синь цзиньпин передал привет байдену на этот привет байден как-то отреагировал назвав китайского лидера диктатором а как вы сейчас оцениваете отношения между китаем и соединенными штатами и это встреча как отношение очень высокого уровня конкуренции я бы не назвал бы это еще противостоянием это именно конкуренция в экономическом понимании этого слова когда стороны пытаются друг друга выдавить из рынка обанкротить захватить активы создать дополнительную конкуренцию товароуслуг но они не пытаются друг друга там уничтожить совсем они пытаются поветру пустить большей мере это еще не противостояние тем более не война как многие говорят но это высокий высокий уровень конкуренции связан этот две высокий уровень конкуренции прежде всего с трансформацией самого китая вот если китая десятилетней двадцатилетней давности большой китай прекрасно производящий китай абсолютно устраивал сша несмотря даже на на диспропорцию торговли которая существовала всегда и сегодня она достигла это четыре раза потому что если взять 700 миллиардов долларов торговли между двумя странами за последний год то 150 на 150 миллиардов сша поставили в китай и на 550 китай сша то есть большая диспропорция торговли и китай намного больше продает сша и соответственно получает американских долларов нежели сша способна продать китай сам китай трансформируется вот эта модель дешевая китайская рабочая сила западные инвестиции технологии создание дешевого продукта возвращение ее на западные рынки 700 миллиардов сша 800 миллиардов европейский союз это оборот прошлого года она и сживает себя из-за самого китая китай достиг определенного уровня развития при котором он уже не может предложить такое конкурентное преимущество как дешевая рабочая сила уровень жизни китае резко вырос средняя зарплата в китае не будем сравнивать с украинской уже в разы выше украинской то есть средний доход в городах начинается от 1000 полутора тысячи долларов для квалифицированного сотрудника и поэтому дешевой рабочей силы нет поэтому айфоны уже в индии делают во вьетнаме то есть вы начинается отток вот 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 этого производства дешевого сам китай сформировал средний класс понимает что он потерял это конкурентное преимущество и его будущее уже не в экспорте уже был большую часть того что производит китай он потребляет китай то есть у него внутренний рынок больше внешнего экспорта он понимает что его будущее уже в технологиях в контроле над технологиями и в контроле над финансами именно поэтому задача китая стоит сегодня в интернационализации юаня сделать юан международной валютой наравне ну хотя бы с евро который сегодня занимает приблизительно четверть международной глобальной торговли ну вот мы же замечаем что сейчас китай и бразилия они начинают торговлю в национальной ну 80 процентов торговли китая и россии в юане и в рублях происходит носом там юаней а речь идет приблизительно сумме где-то 150 миллиардов долларов да я понимаю я сейчас наведу разные страны бразилия там еще только-только начинают я говорю о тех процессах которые уже идут россия китай россия индия тоже юань россия пакистан юань китай во все это стратегия китая где-то она глубже зашла уже а где-то она еще только на начальном этапе договоренности китай бразилия только начинают но в целом говорят что сейчас объем международной торговли в юанях достигает уже 2-3 процентов глобальной торговли это приблизительно в 10 раз больше чем было 10 лет назад то есть китай интернационализирует юань для чего нужна интернационализация юаня как только твоя валюта стала международная валюта и не начинают условия какие-нибудь украинцы накапливать на машину на квартиру ты можешь что печатать то есть ты можешь а что такое печатание своей национальной валюты в больших масштабах это фактически бесконтрольная инвестиция что делали сша многократно ты печатаешь свою валюту вводишь инвестируешь нужные типы эти проекты разгоняешь свою экономику интернационализация юаня и борьба за технологии есть разные оценки но говорят сегодня что и на более взвешенные говорят что приблизительно если взять 30 наиболее важных технологий современности в двух третях из них китайцы уже лидируют 22 называют 27 некоторые отчеты остальных лидирует западные страны потому что технологии это что конечном итоге это огромная добавленная стоимость любая технология продуцируют потом ага товары или плеяду товаров разного и разной степени готовности но все с высокой добавленной стоимостью вот что происходит между сша и китай к нашим китаем конечно сша понимает что если китай захватит лидерство в этих на в этих направлениях то влияние сша финансово технологически будет постепенно сужаться сужаться до западной европы сужаться до северной америки ключевых зон зон контроля а сужение влияния ведет к сша к чему потери доступа к ресурсам необходимые для функционирования экономики сша несмотря на огромную территорию не является полностью ресурсно самодостаточной страной им нужны многие месяцы сырьевые ресурсы для того чтобы экономика работала более того если сша еще более-менее могут пожить какой-то такой заплатой системе условно говоря то союзники ключевые сша например западная европа нет они тотально зависимы от всех и всего сырья начиная от металлов заканчивая газами и нефтями и вот идет глобальная борьба за то кто в будущем будут контролировать лидировать в глобальной этой торговли снимать сливки снимать всю дополнительную стоимость конечно элементами мы понимаем что элементами вот этого до глобального доминирования сша последних 30 лет кто-то говорит после распада союза но скорее всего даже больше были это прежде всего роль доллара контроль над важнейшими технологиями мощнейшая в мире армия которая оперировала во всех регионах сша более 80 военных баз за рубежом и культурное доминирование сша еще создали очень прекрасную культуру массового употребления голливуд и все остальное которое создает ценности ценности в глазах молодежи в умах молодежи и вот условно говоря то что хоть хочет где-нибудь парень в оклахоме сша привлечение того же хочет где-нибудь парень на берегу янзы хотят одного и то же все они смотрят дни фильмы одни машины одних к там не знаю одних красивых людей один способ жизни понимаете и вот это вот это тоже еще одна такая сила сша с которой скорее всего китаю придется и борется в будущее мы видим что и в этом направлении китай пытается делать вещи но возвращаясь к нашей встрече мне кажется что блинкин пролетел в китай также как и шар над сша вызвал большое внимание и впустую потому что с одной стороны конечно глобальное внимание к этому огромное видно что си си цзиньпин и байден пытаются избежать прямого столкновения сегодня между странами но что но не в интересах обеих стран сегодня если начнется между ними прямое столкновение обе стороны где вы которые являются ключевыми бенефициарами глобальной торговли и начнут очень быстрее стремительно терять мир начнет раскалываться моментально они не хотят разрушать международную торговлю между ними существует консенсус в отношении того что глобальную торговлю необходимо укреплять но они по-разному видеть кто должен ею руководить глобальной торговли и и и и поэтому в этих условиях блинкин фактически эта встреча вызывает внимание видно что никто не хочет конкурировать но и о чем-либо договориться невозможно из-за того что стороны стоят на кардинально противоположных позициях а вы и не видите улучшения в отношениях насчет тайване смогли ли стороны достичь каких-то компрометов не видно и не стоит обольщаться в отношении риторики что мы не не поддерживаем независимость тайваня это слова слова которые говорятся китаю с 1972 или 75 года могу ошибиться постоянно бесконечно на руки делают другое если если это страна если эта часть китая на каком основании сша поставляет туда вооружение на каком основании без решения китая туда летают американские политики слова это слова и тайвань очень и очень эффективный инструмент сегодня связывания китая изоляции его в тихоокеанском регионе в регионе южной азии поэтому это я думаю что это стандартная риторика которая показывает что страна что сша не хочет эскалации они не будет эскалировать ситуацию но параллельно мы знаем новые контракты новые вооружения идут ну и конечно заявление байдена о том что сит зимпин диктатор который брошенная камнем догонку это кросс эхо поездки блинкин это означает что блинкин вернулся все поняли что ничего не договорились обида есть мы решили бросить камень догонку почему не договорились потому что си зимпин диктатор а вы понимаете такой диктатор в современном языке что такое диктатор си зимпин языке означает это его приравняли к таким диктатором как путин до авторитарный политик но в вашингтон пост они отмечали что и протокольная служба и белый дом они не хотели чтобы байден употреблял слово диктатор но это уже попытка смягчить эффект потом какой-то мере но он же сказал его более того там не то что просто сказал слово он его расшил там целый абзац он расшил его диктатор это прежде всего атака не юридического характера а личностного характера если я говорю диктатор байден там рассказывает что он диктатор потому что даже он не знал что эти шары вооружены шпионским оборудованием и все такое это означает что китаем правит человек который оторван от реальности неадекватно оценивает действительность делает плохие вещи вот что означает диктатор это атака личностного уровня как бы это не вылезло байдену боком потому что китай владеет большим набором инструментариев которые могли бы осложнить резко жизнь сша особенно во время избирательной кампании президентской избирательной кампании следующего года она будет непростая и для демократа в том числе для всегда если мы уже говорим об азии премьер-министры индии моде он был в белом доме на пресс-конференции он призвал мир урегулировать в войну в украине моде подчеркивает что индия готова сприяты мирным переговорам и что индия никогда не занимала нейтралитета была на стороне мира это уже не первое заявление мировых стран более того но мы понимаем что сегодня индия очень важно для запада потому что она тоже связывает китай она оппонирует китаю на индию делается ставка и сша и британией в части создания нового регионального лидера который поможет сбалансировать китайские амбиции на глобальном юге в целом индия огромная страна серьезными социальными проблемами но в то же время она огромна и по территории по ресурсам и по возможностям в многих направлениях что что тут примечательно и мы должны понимать запад постоянно пытается перетянуть на свою сторону индию но индия демонстрирует такой характер и возможно она является новым лидером движения не соприклине присоединения для тех стран которые не хотят вмешиваться противостояние между сша китаем западами россии вот эти страны которые говорят мы будем выбирать свой путь мы будем делать то что нам выгодно мы готовы говорить со всеми предложите нам лучшую модель пощите нас как-то подумайте как нам делать индия зависима от российской энергии ресурса очень серьезная и индия зависима очень от советских и российских военных технологий потому что запад не дает технологии советский союз россия дают и поэтому вооружение индийской армии значительной мере вот но то вот она советская советская российская об этом вы откровенно жалуются и индийские эксперты в прямых эфирах потенциально индия могла бы стать вот этим вместе с китаем возможно может быть без китая как раз этим переговорщиком между глобальным западом и глобальным востоком части мирного урегулирования но сегодня еще не момент то есть я думаю что сегодня индийские мирные усилия они только улучшают репутацию этой страны но вряд ли они могут сегодня достигнуть успеха поскольку эта война еще может приносить значительные изменения глобальных военно-политических экономических балансов и не все стороны еще многие стороны этой войны верят что эта война сыграет им на руку а вот про переговоры постоянные западных сми фиксируют переговоры мы уже знаем с вами 12 стран которые выступили если верить западной прессе вскоре и евросоюз предложить свой мирный план франция но андрей ермак заявил в wall street журнал что никаких переговоров не будут пока армия россии будет находиться на территории украины как вы считаете выталкивает но значит никаких переговоров не будет или никаких переговоров с ермаком не будет тут 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 варианты мы должны понимать многие все от и все все страны которые предложили какое-то мирное урегулирование не все предложили компромиссную модель модель взаимных уступок балансы разные кто-то как и там южноафриканская делегация предлагала вывести российские войска и там ядерное оружие с беларуси по ройтерс и мы мы точно не знаем вот я цитирую по ройтерс поэтому пускай просят наши зрители а потом ослабить санкции все остальное кто-то предлагал просто там прекратить огонь и но все все эти предложения предусматривают взаимные уступки и и только наше только украинское предложение не предусматривают каких-либо уступок в отношении российской федерации но предусматривает тотальное полное поражение российской федерации эта дорога может быть очень долгой это финал этой дороги никто не может прогнозировать сегодня и такого рода заявления они являются они с одной стороны являются высокой планкой в переговорах с другой стороны они наверное призваны успокоить союзников и внутри украинское общество они что никакого предательства никаких подвижек не будет кроме того надо понимать что украина травмирована минскими соглашениями компромиссная модель которая в свое время не сыграла хотя я считаю что это время мы использовали в лучшую лучше чем россия в значительной мере и при этом все эти заявления необходимо смотреть через очень скептическую призму почему потому что несмотря на все эти заявления соглашение о транзите энергоносителей работает зерновая сделка отработала скоро год может быть она дальше не будет работать но они же как-то договорились даже даже во время войны даже во время самых жестких фаз войны говорят под давлением китая можно что угодно рассказывать мы же суверенная страна мы могли принимать это в линии могли не принимать это давление понимая прекрасно что россия на зерновой сделке зарабатывать больше чем украина значительно больше зарабатывать чем украина мы все но мы все это проигнорировали даже во время войны сформировались модели которые позволят политикам не потерять лицо но если возникнет желание договориться о чем угодно поэтому все не стоит тем более сказанное, тем более сказанно политиками, воспринимать как последнюю истину или железобетонную стену, которую нельзя подвинуть. Часто это не стена, часто это тонкая вуаль, которая при необходимости очень легко убирается, обходится, протыкается, вообще игнорируется. Если мы переходим от международной повестки на нашу украинскую повестку, сейчас идут интенсивные... Еще по мирным планам добавить хочу. Почему их так много стало в последнее время? Потому что два фактора. Один оперативный фактор. Многие страны смотрят на нынешнее украинское конораступление и считают, что оно не очень успешно. И считают, что возможно после конораступления украинская позиция немножечко смягчится. И возникнет окошечко или может быть, не знаю, там, воздуховод, форточка небольшая для переговоров. И спешат предложить свои усилия. Потому что выступить переговорщиками, это же не между Украиной Россией, между Востоком и Западом очень прибыльно. И с точки зрения денег, и с точки зрения международной репутации каждый посредник втягивает переговоры, какие-то свои еще амбиции или интересы. Без исключения. Надо понимать. Раз. А во-вторых, все равно все понимают, что активная фаза боевых действий, украинское наступление, контрнаступление, российские контрнаступления, где-то к второй половине осени исчерпаются. В силу погодных факторов начнутся снова дожди, дороги развезет, и никто наступать какое-то время не сможет. И вот тогда, резюмируя уже летнюю кампанию, анонсированное очень, скажем так, многократно и громко анонсированное украинское наступление, стороны начнут переоценивать свои возможности. И Россия, и Украина. И будут готовы к более глубоким компромиссам. И тоже поэтому генерируют эти планы. Я думаю, я знаю, что... Не скажу не так. Я подозреваю, что... Хотя мы часто так подозреваем, я Лане Шевчук сказал на позапрошлой неделе, что Россия опубликует Стамбульские соглашения. Так оно и случилось. А с какой целью это было сделано? С целью дискредитации позиций Украины. Что об Украине нечего сегодня с Украиной говорить. Потому что она одной рукой подписывает Минские, Стамбульские соглашения. Ну, выбрасывает это. И с целью дискредитации нашего следующего шага глобального саммита мира. Глобального саммита мира, на котором мы будем продвигать свой мирный план 10 шагов президента Зеленского. Чтобы сказать, ну какой смысл туда ехать? Они недоговорибельны. Вот с этой целью это было вброшено. И, кстати, и это парирует тоже внутри общества российское давление. Потому что российское общество, там доминирующее общественное мнение в поддержку мирных соглашений с Украиной. Таким образом Путин объясняет россиянам, почему он там ничего, ни о чем не может договориться с украинцами. И все понимают, что вот к концу очень снова возникнет это окошко. И когда снова можно попытаться о чем-то поговорить, о чем-то пытаться договориться и спешаться со своими инициативами. Если мы вернемся к нашему контрнаступлению, наши героические ЗСУ, они сейчас борются и вступают в наступательные действия. На Бердянском и Мелитопольском направлениях было освобождено 8 населенных пунктов. И если мы говорим о Запорожской области, то приблизительно 120 квадратных километров ЗСУ освободили. Как вы сегодня оцениваете контрнаступлению? Мне кажется, что рано его еще оценивать. Я принадлежу к тем экспертам, которые считают, что мы сейчас имеем дело с фазой контрнаступления, которая называется разведкой боем. Основные ресурсы не вброшены, танковые бригады не брошены в прорывы. И поэтому пока что его рано оценивать. Это контрнаступление еще может завершиться как успехом, так и неуспехом. В то же время я не согласен с экспертами, некоторыми нашими военными, которые говорят, что мы прорвали первую линию обороны, Россия потратила все ресурсы. Это мышление в 2-3 недели о том, что ракета закончится к 1 марту 2022 года, оно убийственно влияет на наше сознание. Это дешевый допинг, дешевый наркотик, после которого наступает тяжелейшая ломка. И вместо того, чтобы выстраивать наши экономические процессы, политические, военные процессы с расчета на длинную войну, все ждут 2-3 недели. Вот сейчас контрнаступление завершится, это будет наша финальная победа, и война закончится. Вместо того, чтобы выстраивать модель работы ВПК, например, еще на 10 лет вперед, понимаете, война, скорее всего, будет длинной. Поэтому я противник вот этих наших балаганных коллег, которые вбрасывают дешевый наркотик в обществе, потому что он приводит к нашим слабостям, глубоким разочарованиям и серьезным потом проблемам. Не похоже, что мы прорвали первую линию российской обороны, потому что, снова же таки, нет вбрасывания больших частей в прорыв, этот танковый бригад, нет быстрых темпов наступления, чтобы свидетельствовать. Но похоже, что мы ведем масштабную разведку боем, и я думаю, что в ближайшую неделю-две Украина может попытаться нанести уже серьезный удар, основной удар, или основные удары. И возможно, это будет даже не Запорожский фронт. А вот вчера было заявление президента Владимира Зеленского. Он заявил, что по данным СБУ, Россия готовит теракт на Запорожском атомной электростанции. Про это говорил и Буданов. Но в МАГАТЭ часть речи Буданова они опровергли. Как Вы считаете, возможен ли теракт на Запорожском атомной электростанции? Возможен, безусловно. Ответственность в любом случае ляжет на российские власти, потому что она контролирует Запорожскую АЭС так же, как она контролировала Каховскую АЭС. Но я не думаю, что возможно вообще подорвать реакторы. Возможно создать какую-то аварийную или предаварийную ситуацию с каким-то выбросом незначительных радиоактивных материалов. Но я не думаю, что что-либо может сегодня угрожать всей территории страны или тем более нашим западным партнерам. Скорее всего, ситуация вокруг Запорожской АЭС, она не первый раз поднимается, причем обеими сторонами, играет очень роль важного политического фактора. Потому что Запорожская АЭС и ситуация вокруг нее может повлиять предопределяющая на ход войны. То есть она может быть, если там случится какая-то катастрофа, подрыв, обстрел, она может дать России повод для нанесения ядерных ударов по территории Украины. Потому что атака на ядерный объект. И она может привести к заморозке конфликта. Потому что она генерирует глобальный страх, ядерная катастрофа. И мне кажется, идет ожесточенная борьба за информационное управление этим переключателем войны в нынешней ситуации. Может ли Россия провести теракты на Запорожской АЭС? Конечно, может. Могут ли кто-то еще другой попытаться сыграть в эту игру? Изначально возложил ответственность на россиян. Конечно, может. Мы не знаем, что на самом деле происходит. Но в любом случае вся ответственность будет лежать на российских властях. Потому что они сегодня контролируют эту территорию. Есть другой выход. Демилитаризация этой территории. Передача ее предуправления, например, МАГАТЭ. И какой-то международной комиссии. Посмотрим. Мы в преддверии июльского саммита НАТО. У нас очень большие ожидания от этого саммита. Но и в западных СМИ есть много скептиков, что Украине могут предложить какие-то компенсационные политические пакеты, но не предоставить дорожную карту НАТО. Чего ожидать? Думаю, что мы получим какой-то документ, в котором, возможно, Украине пообещают нас принять в НАТО без ПДЧ или без предварительных условий. Мы получим более четкую и однозначную перспективу ищения на начальство в НАТО. Нам скажут, да, мы вас берем. Но после войны. И, возможно, мы получим какую-то программу расширенного сотрудничества военного. Говорят о израильской программе. Правда, те, кто говорят об израильской программе, забывают, что основа обороноспособности Израиля – это не контракты и поддержка со стороны США. Хотя там где-то около 3 миллиардов долларов ежегодно получают израиль для вооруженных сил. Нам необходимо, во-первых, намного больше, а во-вторых, основа обороны Израиля – это ядерная бомба Израиля, без которой даже военная и техническая помощь США, скорее всего, не позволила бы уцелеть этой стране в столь враждебном окружении, в котором она находится. Вот так. Поэтому некоторые наши эксперты заговорили о том, что вот если Россия нанесет по нам ядерный удар, мы начнем создавать ядерную бомбу. Про это вчера заявил Арестович. Смешно, конечно, что для создания ядерной бомбы у нас нет байдонального материала. И не смешно с той же точки зрения, что и технологий нет, и специалистов нет. Да и при этом место, где она будет создаваться, вряд ли будет самым защищенным местом в мире с учетом российских атак. Но и серьезно это достаточно надо воспринимать в том факторе, что мы не можем исключить, что если Россия начнет наносить по нам или угрожать нам ядерным оружием, то Украина найдет где-то в старых советских запасах пару неиспользованных забытых ядерных бомб. В свое время я их нашел в Пакистан. Ну, не так нашел, но многие более бедные страны, их фактически получали ядерное оружие в виде технологической помощи от союзников. И сами они могли его развинуть в Северной Корее, в Пакистан, Индия раньше. То есть это не самые богатые страны. И я не исключаю, что может сложиться конвентура, при которой Украина может получить ядерное оружие или его компоненты к нему и технологию изготовления от наших партнеров, и уже здесь на месте воссоздать какие-то элементы этого ядерного сдерживания. Хотя пока что это маловероятный сценарий. А вот если мы вернемся, вот 21-22 июня в Лондоне проходила экономическая конференция, на которой наше правительство хотело получить от союзников экономический план восстановления Украины. И это очень было важно для привлечения инвестиций в Украину в будущем. Как вы оцениваете Лондонскую конференцию? Ну, хотелось бы это оценивать как то, что глобальные элиты считают, что конец войне близок, зима близко. Но я думаю, что это не так сегодня. Хочу напомнить конференцию в Луганах, где мы уже на 750 миллиардов представляли свои проекты. И что? Ускоро времени уже прошло. И хочу еще напомнить те проекты, которые возил президент Украины, президенту США Байдену предлагал для инвестирования. Каждое украинское правительство, иногда бывало и дважды за год, презентовали какие-то мега супер-пупер проекты, которые должны были изменить страну кардинально, построить здесь 10-ю Швейцарию, условно говоря. Каждый раз вот эти прожекты потом ничем не оборачивались. Я думаю, что эта конференция важна по другим основаниям. Во-первых, это были смотрины премьеров. Туда поехали все потенциальные кандидаты на место Шмыголя. Шурма, Кубраков, Юлия Сириденко. Все там были, и каждый был, обратите внимание, со своей программой. Это выглядело как конкуренция программ. Хотя они феноменально не перекрещивались. Разные подходы предлагали, каждый из них предлагал разные подходы, разные сферы. Но выглядело как конкуренция программ, как доклады, как дебаты между кандидатами в премьер-министры на большой международной платформе. И да, любой из них может стать премьером уже на протяжении этого года. Хотя мне кажется, что шансы у Шурмы или у Кубракова выше немножечко, нежели у Юлия Сириденко. И два определяются, формируется направление и архитектура оказания Украине этой помощи на восстановление в будущем. Кто будет контролировать, кто будет управлять этим процессом? Потому что созданы десятки, наверное, сотни фондов разных по восстановлению Украины. Три только созданы в Украине, одним из которых управляет Мустафан Айем. Создано отдельные договоренности с Black Rocks, которые приезжали в Украину, встречались с президентом Украины. И вот эти конференции в Лондоне, она еще не только смотрит на наших элит, она еще должна была структурировать направление, механизм в будущем восстановлении. Кроме того, эта конференция, на ней за кулисами очень серьезно обсуждался вопрос, за чей счет банкет. Решено, там было решено, что банкет будет за счет все же России. 500 миллиардов замороженных российских и околороссийских активов за рубежом собираются их потратить на восстановление Украины. И сейчас, я думаю, что в мире активизируется работа по созданию правовой базы для перенаправления этих денег. Над этим сейчас поступил законопроект в Сенат Соединенных Штатов. Вы думаете, конгрессмены продолжаются? Процессы ускорятся. Из-за того, что война будет длинной, на Западе тоже таких денег не хватает. И конфискация российских активов, передача их в Украину, причем мы понимаем, что пока через западные руки протечет, то нам тут, до нас только дождь посыпется, а уже не поток этих денег. Или туманом, туманом нас веет только этих денег. Выход из этой ситуации. Где взять деньги, которых не хватает? Потому что западные правительства тоже переживают серьезные бюджетные дефициты. Мы видим, какая была жестокая дискуссия в США в отношении потолка государственного долга. Мы видим ситуацию с инфляцией в Британии, в Европе. Поэтому эти активы самый правильный ход, самый доступный, самый легкий ход. Но это бомба замедленного действия, которая обязательно подарвет западную финансовую систему в интересах Китая. Поскольку если можно забрать активы такой страны, как Россия, во-первых, она будет противодействовать этому. И в судах, и скорее всего путем национализации больших западных активов на своей территории, а там их достаточно остается сегодня. А во-вторых, как на это посмотрят шейхи какие-нибудь, лидеры африканских стран, латиноамериканских. Что они начнут делать? Они начнут вытягивать свои кубышечки, заначки коррупционные, западно-финансовые системы. Опасаясь попасть в такую же похожую ситуацию. У них нарушение прав человека, когда какой-нибудь случится и все. И куда эти активы будут перетекать? В какую валюту? В Китай, в Юань. На глобальный юг в целом будут перетекать, скорее всего. И будут перетекать в Юань. Поэтому это бомба, замедленное действие. Именно это сегодня останавливает Запад. В свое время так сделали с иракскими активами, с ливийскими. Но тут слишком большой прецедент, который ударит. Он не разрушит финансовую систему, как многие говорят, Запада. Но очевидно подорвет от нее, подорвет к ней серьезное доверие. И конфискация российских активов будет одновременно означать рождение новой глобальной валюты Юаня и нового глобального финансового центра Китая. Вот как вы правильно заметили, сито будет сужаться. И вот смотрите, у нас есть кейс лазаренок. Деньги были конфискованы, но до сих пор Украине не переданы. Верите ли вы в то, что эти деньги передадут Украине в том объеме? Но был прекрасный доклад, мы с коллегами когда-то слушали в Конгрессе США по поводу американской военной помощи в Украине. И прямо докладчик говорит, что 20-25% американской военной помощи приходит непосредственно в Украину. 75% оставалось в США на возобновление запасов, тренировку их в невооруженных сил, укрепление их в Европе. Мы понимаем. Поэтому я думаю, что значительная часть этих денег тоже будет оставаться на Западе. Тем более, что долги Украины в этом году достигнут уровня больше 100% ВВП. ВВП, а не бюджет, ВВП. Украина очень должна. И большая часть этих активов, оборуженных российских, если будет принято решение передать их Украине, они не придут в Украину. Они останутся на Западе в качестве наших долгов. В качестве возвращения тех долгов, которые они нам дали. Ну, чтобы вы понимали разницу подхода. План Маршалла известный всему миру. Но план Маршалла – это 92% грантов и 8% кредитов. Так работали с ФРГ. 8% давали в долг. 92% просто помогали. Украина сегодня – это 54% больше даже в долг. и только 46% – это грант. То есть, понимаете, подход. Это не план Маршалла. Это помощь, но в этой помощи очень много и бизнеса. Надо понимать. Хотя отдавать, конечно, деньги в стране, которая воюет, в любом случае рисковый бизнес. Поэтому значительную часть этой внешней помощи, мы должны будем понимать, будет списана в качестве кредитов. В качестве защищения кредитов значительная часть пойдет на управление этими процессами, юридические услуги, консалтинг. Все остальное. И только часть может попасть в Украину. Если мы возвращаемся к парламентским будням, у нас сейчас на следующей неделе будет пленарное заседание. И у нас сейчас... Более эффективно договориться с Россией, с Китаем о компенсации, добровольной компенсации с их стороны. Для всех более, для всего мира. И насколько я знаю, Китай готов рассматривать варианты инвестиций в остальную линию в Украину. Надо искать модели, при котором сохранить необходимую глобальную финансовую систему, которая работает сегодня в наших интересах. И сохранить позиции наших западных партнеров. И главное, что каждый, кто сегодня думает и говорит что-то об Украине, должен дать себе ответ на вопрос. При нынешнем развитии событий, при тех сценариях, которые, коллеги, мы проталкиваем, или о котором апеллируем, какой будет наша страна через 10 лет? Хотим ли мы, чтобы она была такой через 10 лет? Спокойно, холодно себе дать. То есть, кто тут будет, с кого тут останется людей? Чем эти люди будут тут заниматься? Какой будет их уровень жизни? Будет ли она открыта для международной торговли? Какой будет безопасность? Вот на все эти вопросы честно себе дать ответ. И подумать, то ли мы все правильно делаем. Прошу. Если говорим про парламент, то есть, что происходит на счет законопроекта 8401. Согласно этому законопроекту, с 1 августа будут снова введены проверки на бизнес. Надо будет установить ПРО, снимаются льготы. Против этого законопроекта сейчас очень остро Батьковщина выступает. Они подали больше тысячи правок. Также группа Разумкова и другие оппозиционные силы. Возможно, в условиях войны очень тяжело бизнесу. Возможно, есть какие-то другие механизмы в условиях войны не поднимать налоги, не возвращать проверки и дать бизнесу хоть спокойно дышать. Ведь бизнес помогает армии, помогает всем. И президент Зеленский, он же обещал, что во время военного положения и год после военного положения не будет такого налогообложения бизнеса. Президент честно сказал на встрече с журналистами, которая последняя была, что что вы от меня спрашиваете, что вы меня требуете. МВФ и западные союзники нас сегодня содержат, финансируют. Они требуют, чтобы мы усилили финансовую дисциплину. Поэтому тарифы повышать будем, налоговую систему старую возвращать будем. Понимаем, что какой самый крутой бизнес сейчас в Украине? По вашему мнению, какой самый прибыльный бизнес в Украине? Который связан... Ну, как вы думаете? Вы же живете так, как я, ездите в метро, уходите по улицам города. Коррупция. Не с той стороны, ребята, начинаем. Да. Надо начинать с таможни. Если посмотреть на таможню, на налоговую, на разные черные и серые схемы, которые существуют, то там доходов для государства на порядок больше, нежможно содрать с этих несчастных хопов. Все? Конечно, мы понимаем, что, я думаю, что отношение между обществом и властью будет меняться. Не между обществом и государством. Украинцы крайне лояльны и поддерживают свое государство в обороне своей страны, но к власти отношение будет меняться. Я уверен, что это будет зафиксировано в социологии. Смотрю последние дни социологию, даже уважаемые институты публикуют явно манипулятивные вопросы. Вместо того, чтобы поставить вопрос о голосовании или даже доверии, ставить вопрос о отношении к верховному главнокомандующему в условиях войны. Какое оно может быть? Конечно, очень хорошее. Все эти вещи, тарифы, возвращение старой налоговой системы, возвращение проверок, все будут подрывать доверие к власти. И если еще ситуация на фронте тоже будет неоднозначной, а война будет сложной и долгой, и успешное или неуспешное контраступление, по большому счету, кардинально в этой войне ничего не меняет, то вот это недоверие к власти будет только возрастать. Главная проблема власти коррупции, главный внутренний фронт коррупционный, ой, извините, антикоррупционный, я уже привык до столько к нашей системе. То есть, вот этим главным образом нам надо заняться. Но для того, чтобы этим заняться, нам надо наказывать свое окружение, а не тасовать замом министров, выставлять их там за дверь и тасовать министров, просто меняя их местами, чтобы люди не успевали запомнить, в чем их руки находятся. Вот так. И я думаю, что поэтому, когда меня спрашивают, кто победит на выборах, я говорю, слушайте, давайте еще. Нынешние фавориты могут быть лузерами, там через год-два. Общество переживать будет очень многие еще процессы, очень многие кризисы. Очень рано об этом сегодня говорить. Я уверен, что тот бизнес, который, например, касается ФОПов, вообще не должен налогоблагаться. Вообще. физическое лицо предприниматель – это человек, который самозанятый. Главная его задача – не брать деньги больше нигде, не идти на биржу труда, не получать социальные какие-то пособия, самозаняться и все. И не грузить государство. А еще он создает какие-то рабочие места, ему вообще надо памятник поставить и золотом его облить, этому ФОПу. А еще, если при этом он делает взнос в пенсионный фонд, чтобы при этом пенсия ему капала, этот памятник надо рубинами усыпать и не трогать, не подходить к нему. У него другая задача. Бизнес, тот бизнес, который большой, и в то же время надо отсекать, чтобы большой бизнес, средний бизнес, не уходил в 100 тысяч ФОПов. То есть ФОП это человек, который работает на себя или имеет там парочку сотрудников с числа ближайшего окружения. А вот уже средний и большой бизнес, это уже другая история. Там, где формируется прибыль, там должен быть нормальный налог на прибыль. Нормальная история с ПДВ. То есть вот там должны браться, ну и конечно коррупция должна бороться, вот там должны браться ключевые налоги. Это у нас дошло до смешного в последние годы, что главным бюжетообразующим налогом стал налог на доходы физических лиц. Это же матрица. То есть где, помните вот эта картинка, не знаю, может вспомним, когда люди в коконах висят, и за счет их тепла, тела и всех ресурсов живет сама матрица. Так мы сформировали похожую систему. Во всем мире, нормальном мире, по-другому. Там ключевые носители госбюджета, компании, бизнес, а у нас ключевые носители государства, это физические люди, которых своих зарплат платят налоги, потому что не могут их скрыть. Смотрите, а тут же может быть все наоборот. Государство поднимет налогообложение, бизнес не выдержит, он закроется и как-то вот уезжает. Понятно, что сократится бизнес, уйдет в тень еще больше, проконтролировать в нынешних условиях невозможно, но на наскоки, проверьте, будут провоцировать огромное количество медийных скандалов. То есть начнется вот такая каша в очередной раз, бессмысленная, беспощадная. Это потому, что надо выполнить, как говорит Ярослав Железняк, надо выполнить еще один показатель, показатель программы сотрудничества с МВФ. и причем я уверен, что МВФ это не всемирное зло, просто не с ними нормально говорить. Нормально надо им объяснять, что у нас работает, что у нас не работает. И понимаем прекрасно, что большинство программ МВФ написаны в Киеве и по консультациям со стороны наших контрагентов, представителей нашей власти. Ну, про это же так же говорит ты бывший премьер-министр, который говорит, что когда она работала с МВФ, они предлагали контрабанду, стоп, и это была правительственная программа, она работала, и в то время они поднимали тарифы и налоги. Просто коррупция, частью которой является контрабанда, она кормит элиты. А всегда легче у кого забрать, элиты же не хотят свое отдать. Легче забрать у тех, кто не может себя защитить на политическом уровне, не может прийти и сесть за стол, с МВФ. Вот забрали какого-то ФОПа. И финальный наш вопрос. Вы уже вспоминали зерновую сделку, в июле месяце ее срок заканчивает. Как вы считаете, продлит Россия? Маловероятно, что продлит. 13,5 миллиардов долларов украинский институт политики считал. Мы заработали на зерновой сделке приблизительно, можно на нашем телеграм-канале посмотреть, только за 10 месяцев прошлого года. И, скорее всего, не продлят. Более того, через порты шло около 70% нашего аграрного экспорта. Если считать в товарном объеме. То есть, мы, скорее всего, возможность этого эксперта потеряем, или он станет очень рискованным. Мы вынуждены, будем делать это без сделки. Многие компании откажутся посылать свои суда, или страховки будут иметь заоблачный характер. Учетом того, что Россия может в любой момент организовать какую угодно провокацию или диверсию на маршрутах прохода кораблей, минировать, атаковать через подводный флот, ну, что угодно сделать. Каждый корабль мы не можем защитить, сопровождать его не сможем. Потому что военно-морского флота нашего нет достаточного, чтобы пробить и удерживать коридор морской. Западные союзники нам флот не дадут, Турции не пустят. Поэтому может быть такая, знаете, зерновая сделка перейти в формат серый, когда там около Узби, побережья Украины и Румынии прокрадываются отдельные корабли, но полноценно она, скорее всего, функционировать не будет. Это приведет к убыткам нашим экономическим и к серьезным убыткам сельскохозяйственных производителей, которые на следующие годы еще меньше начнут засевать, чем раньше. Соответственно, наша аграрная отрасль будет находиться в ситуации постоянного подавления, и наши места на глобальном рынке займут другие страны, уже они потирают руки. От Индии, России и Казахстана, заканчивая США, все по определенным направлениям увеличили производство, кто курудзы, кто пшеницы, для того, чтобы занять украинские квоты на этом рынке. Почему Россия не заинтересована? Потому что стало понятно, что договориться о транзите аммиака очень выгодно. Аммиак это удобрение, то есть в каждой тоне зерна на самом деле основной элемент это удобрение, которое делается на основе аммиака. Аммиачная селитра и все остальное. Понятно, что Россия поняла, что транзит через Украину делать аммиака невозможно, более того, они дотягивают там свои новые аммиакопроводы из Тольятти, и для них это теряет смысл, было, конечно, поддерживать Украину или делать что-то хорошее. Но у них была цель еще, чтобы сняли с их аграрного банка. Стало понятно, что не сработает. Ни аграрный банк не позволит флоту заходить в их порты полноценно, не решает проблемы со страховками, что это нерешаемая задача. Если всю эту задачу решить для России, то получается, что соотношение украинской и российской прибыли будет 1 к 10 или 1 к 15. Сейчас оно где-то приблизительно 1 к 3-4, и уже на это новые соотношения не согласны западные партнеры. Они говорят, нет, вы слишком много хотите. И поэтому я думаю, что высока вероятность, что они не продлят зерновую сделку. Более того, непроделение зерновой сделки, что еще означает? Потеря аграрное... Ослабление. Но это означает, что Одесский и Николаевский порт снова становятся объектами, прямыми объектами войны и атаки. Если раньше они имели какой-то иммунитет, хотя бы зерновые терминалы, и то этот иммунитет не был абсолютным. Но это означает, что, возможно, юг Украины возвращается в зону полноценных боевых действий. И непроделение зерновой сделки можно также расценить попытку России вернуть боевые действия под Одессу где-то, вот в тот регион. Будем верить в лучшее, будем верить в нашу победу. Спасибо вам за эфир и за интересный разговор. И вам спасибо большое, Геннадий. До свидания. До свидания. До свидания.